Сегодняшний день нам подготовил много крутых поворотов и самое главное, много ярких эмоций. Казалось бы, что общего между профессией шахтера и гонщика. Да много чего. И точность исполнения манёров, и сплочённая работа, и мастерское управление своим рабочим транспортом. Готовы? Подождите, стоп, стоп музыка. Так, друзья, ну-ка ещё раз проверим. Готовы? Готовы! Вот так необычно в компании «Уралкалий» решили подвести итоги профессионального мастерства среди комбайновых звеньев всех рудников компании. День шахтера – это не только подведение итогов, это всё-таки ещё и праздник. Праздник, которого ждут, в который верят, потому что всё-таки шахтерское братство, оно довольно своеобразное. И поэтому каждый выезд такой на природу, тем более в День шахтера, это хорошо. В конкурсе профессионального мастерства на лучшее звено комбайнового комплекса принимают участие шахтеры рудников Соликамска и Березняков. Проходит конкурс, разумеется, в шахте. По условиям конкурса машинисту комбайна необходимо пробурить в кровле выработки дегазационный шпур и замерить в нём давление газа. После этого включить комбайн и нарубить полный вагон, который затем разгружается на конвейер. Время при этом фиксируется в секундах. А также все свои знания нужно продемонстрировать и в теории. По итогам конкурса участники и победители встречаются в уральских самоцветах. Сами шахтеры во всём этом видят только плюсы. Ну, в принципе, занимательно. Что-то для себя нужно. Ну, для себя, от других команд, то, что ты участников накапливаешь опыт, всё такое. От старых комбайнеров набираешь, всего опыта, всё такое. Скажите, как вам это празднование, такое активное праздник? Ну, в принципе, весело, всё хорошо. Ребята знакомые почти со всех родников. Общаемся, всё нормально. Перед торжественной частью участники мероприятия распределились на команды для прохождения разнообразных заданий. Например, проехать на картинге, затем поиграть в необычный волейбол. Но больше интереса участников шахтерского ралли вызвал последний этап. Сооружение автомобиля и строительные тачки, пенопласта и баллончик окраски. И вот тут все скрытые таланты шахтеров стали видны невооруженным взглядом. И как из такого изобилия выбрать победителя гонки? И всё же главная интрига остаётся закрытой. Какое же комбайновое звено среди рудников компании «Уралкалия» стало лучшим? Ответ кроется в официальной части всего празднования. Победители определялись каждый по своему типу комбайна. Вот, например, лучшим звеном комбайнового комплекса «Урал-10Р» стали комбайнеры с третьего Салькамского рода управления. А почему вы решили принять участие в конкурсе? Ну вот, хотел себя попробовать. Вот, Дмитрий Анатольевич уже участвовал, побеждал один раз. Вот вы как первый раз участвовали? Сложно, несложно вам было? Да нет, как бы нормально. То есть как-то, может, готовились, там, команда вас поддерживала? Ну, конечно, готовились, бригада нас поддерживала. Да, бригадир настав такой дал, чтобы без победы не приходили на комбайн. Скажите, что главное в работе, чтобы вот команда всегда побеждала? Слаженность и стабильность. А то, что все горняки работают слаженно, в этом сомнений явно нет. Это из года в год доказывает конкурс профессионального мастерства среди шахтеров, за победу в котором самые опытные и лучшие получают как памятные призы, так и денежные премии. И это не является самоцелью для участников, а лишь дополнительный бонус к приобретенному опыту от соперников. Евгения Константинова, Сергей Зебзеев, телекомпания «Сольтовая».